перед тем как мы еще придем к дожим к типам конституции давайте напомним что относится к томасичным продуктам томасичные продукты невежественные продукты это те продукты которые в основном при переваривании забирают у нас энергию это тяжелая достаточно пища и это продукты которые могут давать интоксикацию организма которые постепенно могут приводить тому что мы теряем здоровье конечно здесь вот видите строчка пастеризованные ультра пастеризованные продукты но как я поняла в ходе консультации со многими людьми что сложно многим покупать домашнее молоко поэтому я все-таки рекомендую тогда от молока не отказываться пить пастеризованное но обязательно пить его в лунное время да то есть это вечером после 7 и утром до 7 по некоторым источником даже до девяти часов утра и пить его в теплом виде обязательно добавлять специи вроде куркумы и зеленого кардамона корицы фенхеля шафрана то есть что-то одно какую-то спец которая вам подходит тогда молоко становится более с отличным и конечно лучше пейте прям свежий то есть чтобы срок годности у него был именно 1 этой же даты того же дня когда вы его купили и к томасичным продуктом от нас относится обязательно не свежая пища приготовленная более 6 7 часов назад также это слишком тяжелая слишком жирная пища несовместимые продукты например молоко и фрукты и в целом фрукты не рекомендуется вообще сочетать ни с чем ни с какой пищи не для какого типа конституции консервированная пища замороженные продукты мясо яйца рыбы и морепродукты грибы ну более нейтральными считаются выращенные на грядках грибы то есть не те которые в природе выросли шампиньоны да то есть еще считается более нейтральным менее опасным для человека пастеризованные ультра пастеризованные продукты излишек сахара и мучного белый сахар и что у нас относится к продуктам типа страсти то есть те продукты которые вызывают беспокойство загруженности ума мыслями различными большое количество желаний и беспокойство даже в теле когда человеку мы смотрим на человека дети сейчас да тоже много детей такое есть когда человек не может сидеть на месте то есть у него ногой качает или суетиться ну то есть очень трудно человеку сохранять статичную позу у него беспокойство на уровне ума и беспокойство на уровне тела и это чрезмерно острая кислая чрезмерно соленая пища то есть это вся пища которая на самом деле которая сейчас очень изобилует фастфуды рестораны потому что человек современный он находясь немножко так недостатки энергии да то есть в тамосе он пытается выйти из этого недостатка энергии подпотребляя вот такие продукты как чрезмерно острые кислые жареную еду чеснок лук уксусы маринады различные алкоголь сюда находится также относятся газированные напитки но вот вы знаете например газированные напитки когда человек употребляет у него действительно как будто бы появляется энергия но эта энергия она искусственно созданная эта энергия беспокойства которая потом приводит все-таки к интоксикации поэтому конечно многие люди сейчас не зная ни о каких типах конституции и не зная ни о каких так скажем аюрведических правилах приготовления пищи они интуитивно понимают что эти продукты вредны отказываются от них что касается чеснока и лука здесь в россии особенно в сибири очень сложно люди воспринимают что эти продукты относятся к страстным к раджистичным это не значит что стоит от этих продуктов совсем отказаться вот конкретно чеснок лук но считается в аюрведе что эти продукты лучше использовать ограниченно не каждый день потому что они являясь антибиотиками они содержат очень большое количество фитонцидов агрессивных веществ и наряду с не полезной микрофлоры они могут также убивать полезные ваши бифидолакты другие бактерии поэтому на самом деле очень важно очень важно понимать что эти продукты нужно использовать не всем типам конституции иногда их используют по показаниям обычно человек чувствует когда ему нужно этих продуктов но совершенно считаю неоправданно использовать их постоянно хотя в некоторых случаях вот в лечебных программах диетах они все-таки используются и так и продукты благостные то есть самые полезные для человека которые были самого-самого начала пока человек не начал кушать мясо свежие фрукты фруктовые соки сухофрукты овощи различные в различном виде да хотя мы будем с вами говорить о том что не всем можно свежие овощи кушать это зерновые и бобовые которых огромное огромное количество магазинах вы знаете когда люди впервые знакомятся с аюрведой впервые приходят на мастер-класс они удивляются они говорят ну неужели такое количество различных зерновых бобовых все вы кушаете потом когда они заходят в магазин и видят что действительно сейчас полки они просто ломятся одного только вида бобов чечевицы различных круп даже латиноамериканские крупы например кускус там да какие-то такие необычные кукурузные крупы то есть они уже сейчас появились и тогда действительно человек видит что разнообразие очень большое можно иметь будучи вегетарианцем семечки орехи сюда относятся натуральные йогурты особенно домашнего приготовления творог домашний свежий масло ги то есть это специально вытопленное сливочное масло без холестерина и так же свежее молоко овощные блюда с уверенным количеством специй